Ну что ж, мы обещали, друзья, вам Мишу Иванову и нашего гостя, который будет преображаться на наших с вами глазах. И мы свои обещания одержим. Итак, доброе утро, Миша и Павел. Доброе утро. Доброе утро. Да, Павел консультант по мужскому стилю, организатор бьюти-фестивалей в Красноярском крае. Сегодня у нас тема мужская. И, Паш, мы хотим узнать, что же нужно делать для того, чтобы утром выглядеть на все 100%. Как ухаживать за бородой, как ухаживать за волосами. Расскажи, пожалуйста. Вот вы большие молодцы, что вы сделали такой мужской эфир и мужчинам уделили время. Хотя это так редко бывает. Миша, привет. Здравствуйте, здравствуйте. Миш, голос вообще у тебя утренний. Я готов, собрался. Все, под речком. Итак, ну, как и многие мужчины, вот Михаил, он встал с утра с растрепанной головой. И, ребята, самое первое и главное – это помыть голову с утра. Почему? Потому что, если ты моешь голову на ночь, то, когда ты спишь, от подушки, вот появляется здесь след. Вся замятыши. Да, и мужчины как делают? Ту-ту. Па-па. Либо обводу. Идеально. Поэтому совет номер один – мыть голову с утра. Второй совет – это, конечно же, что? Расчесывать. Это расчесывать волосы. Это у вас какая-то специальная для сверхкрепких мужских волос? Это расческа обычная, рабочая, но в быту мужчины используют любую расческу. И вот дальше уже стоит поговорить, что мы хотим на голове сделать, исполнить какую прическу и куда мы идем. Мы идем на работу, где мы общаемся с людьми, и мы должны выглядеть более эффектно, классически. Либо мы идем утро на репетицию рок-концерта, и тогда нам нужно что-то дерзкое, более такое вот необычное. Брутальное. Ты куда сегодня идешь? Давай выбирай. Мне понравилось про рок-концерт. Так, рок-концерт. Дерзкая, давайте. Я думал, он бы имел первый вариант. Ну, первый вариант, наверное, можно было бы оставить примерно так. Можете вот без стайлинга показать, ну, как бы это было, да, чтобы мы понимали. Ну, при первом варианте, да, высочая направо, у Миши, у него вот от природы волосы лежат вот туда, вот в ту сторону, да. Поэтому, соответственно, мы укладочными средствами это дорабатываем. Вот, ну, и мне кажется, плавно можно перейти вот... К тому, что же, собственно, у мужчин должно быть, да. Ну, я смотрю, там всякие баночки тоже есть, вот что-то типа масла, еще что-то такое. Что, лак для волос? Ну, смотрите, сейчас большущее разнообразие разных компонентов, разных марок, соответственно. Это пудра, да. Пудра для волос? Это пудра так у вас выглядит? Да, разных компонентов, разные марки. Хуже, лучше. Но я бы в мужскую косметичку положил. Это первое, расческа. Второе, хороший, качественный шампунь для волос. Обязательно, который подходит именно вот... Типа, да, определенный вам. Определенный вам. Да. Это парфюм. Угу. И это укладочное средство. Любое или вот... Пудра, зачем она? Для волос. Есть? Есть такая. Конечно, да. Я просто узнал. Давайте мы на рок вот как раз в варианте, наверное, продемонстрируем. Как раз вот Михаилу... Она подойдет? Для объема, да? Определенный. Мы наносим пудру, которая не наносится сейчас почему-то. Истугалась. После моих рук, да? Прякалась. Не знаю почему. Но давайте тогда уберем пудру и возьмем другое укладочное средство. Это крем для волос. Обычная кремовая основа. Берем небольшое количество на руку. Обязательно очень хорошо растираем на ладонях, чтобы... Чтобы равномерно? Крем-мус. Это крем. Чтобы это все было без комков, самое главное. И наносим как? Наносим не сверху вот так вот, а втираем в корни. Ну, такое ощущение, как будто мы пачкаем волосы. Это самое главное, потому что у нас направление волоса идет от корня. То есть не кончики мы взбадриваем, а именно вот... И вот у нас уже такой получается чуб. И довольный Михаил. Мне кажется, это массаж он сейчас получает больше. Вот смотрите, вот мне кажется, мужчинам, вот я им завидую. Потому что вот оно как легло, вот так он поправил. Чуть-чуть манипуляции. И все так вот круто уже. И все окей. Вот. Но, соответственно, если это более такой, скорее всего, вечерний роковый вариант. Если же мы пришли утром в Государственную Думу, допустим, то, соответственно, мы делаем все это более классически. То есть... Сейчас на заучку больше похожа. Кричушка может легко трансформироваться в течение дня. Да, конечно. Очень большой плюс современных укладочных средств именно в том, что ты в течение дня можешь менять форму. То есть с утра ты можешь быть солидным мужчином, рок-н-ролльщиком к вечеру. Так, а что вот касается растительности? И у вас тоже, и у Миши, как вы за ней ухаживаете? А у меня было больше. Эх, сберила. Вот с такими усищами мы бы видели. Но это не девушка тебя попросила сберить? Нет, нет. Это потому что тяжело, да? Наверное, было за ней ухаживать. Это было тяжеловато. Ну ничего, мы справились. Отрастим новую еще лучше. Ну да, Михаил прав именно то, что ухаживать за бородой надо обязательно. И это действительно иногда труднее сделать, нежели просто вот побриться обычным станком. При выборе и уходу за бородой стоит обращать внимание на форму лица. Первое. Второе. Где волос у вас растет на бороде, где нет. Потому что бывает... Как-то надо равномерно, да? Мужчины, парни, они приходят в барбершоп и говорят, я хочу вот такую форму бороды. А не растет у него в этом месте волосы, где нужно. А вот он хочет. Поэтому нужно обращать внимание на рост волос. Где, в каких местах растут волосы, в каких нет. Вот. И третье. Это бородой можно, соответственно, замаскировать какие-то изъяны на голове. На... Прыщики, например. Да, на подбородки. Да, ну и вообще можно выгодно подчеркнуть форму лица. Это же здорово, на самом деле. В этом плане вам везет. Мне, на самом деле, очень нравится борода именно тем, что... Ну, на мой взгляд, Миша, это удобно, наоборот. Ты помыл, расчесал, все в порядке. Опять же, можно моделировать форму лица. Паш, я про расческу хотел спросить. Для бороды специальная расческа нужна? Для бороды есть специальные расчески, да. Они, в основном, идут с такими вот частыми... Мелкими зубчиками? Бывают с частыми, бывают с редкими. Вот. То есть там зависимость от длины бороды. То есть если борода длинная, соответственно, маленькая у нас запутывается, мы расчесываем вот такими вот широкими зубцами. Если... А что касается косметики, для бороды тоже она специальная? Ну, там, если для волос есть укладки, пудры. То есть для бороды тоже самое? Да, Андрей, ты прав. Это масло, это крема, это мыло для бороды. То есть самое главное понять, что именно нужно тебе. Вот. Что ж, ну и последний вопрос. Как вы? Вот короткая стрижка считается суперкороткая, как у вас, да? Она считается вроде как, ну, простой. Это действительно так просто, как кажется? Или за ней надо тоже там чем-то мазать? Вы имеете в виду, это просто в уходе? Да. Ну да, на самом деле, это просто в уходе. Просто протер, побыл. С утра побрился, уделил пять минут. Смазал кремом, вот, и вперед на работу. Ну что ж, давай представим нашего гостя и поблагодарим за то, что даже мне, девочке, было очень интересно послушать, как же у вас там эти утренние ритуалы все проходят. Большое спасибо, Павел Исенькин, барбер, консультант по мужскому стилю, организатор бьюти-фестивалей в Красноярском крае. Ну, а теперь мы продолжим еще одну мужскую тему. И у нас есть рубрика «Минутная дева», где Артем до Горшиных, рассказывает о различных фишечках. Давайте посмотрим. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!